потому что все считали, что мальчик в очень тяжелой ситуации находится, потому что я стоялся на табуретку с 5-летнего возраста и говорил, дорогие товарищи, взрослые, мама и папа, для вас говорит и поет народный артист Советского Союза Саша Кобзон. И соседка, так глядя на меня, с сочувствием на маму, говорила, ой, Людочка, как жалко, смотрите, у вас мальчик больной растет. А мама говорила, ну, мы надеемся, что, так сказать, это пройдет, он вырастет. Как видите, не прошло. Но я, на самом деле, по-доброму завидовал детям знаменитых родителей. Мне казалось, что у них совершенно какая-то невероятная, необычная жизнь, эти люди творческие всегда рядом. И потом я уже, когда повзрослел, понял, что это какая-то огромная ответственность, на самом деле, не подвести своих родителей, не подвести фамилию, не подвести то, что они сделали. Вась, ты с этого дивиденды какие-то снимал, с того, что ты сын знаменитых родителей? Да нет. А вот я не сын, а снимал, знаешь как? Я вам объясню. Меня как-то пригласили на телевизионную программу. Вот, звонок, редактор говорит, ну вот мы хотим про вашего деда. Думаю, чего про моего деда? Я говорю, а что, в чем, так сказать, да вы не волнуйтесь, сначала перед вашим выходом пойдут кадры из трех толстяков, потом вы расскажете, значит. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 То есть ты не Олежка оказался? В полном серьезе. И что вы думаете? Я думаю, я пойду. Я пойду. Я пошел на программу. Вот, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, а как так получилось, что вот у вас есть фамилия-то буковка К, а у него нет? Я говорю, вы знаете, там такая сложная была история, потому что у него вообще фамилия, так сказать, другая. Ну ладно, скажите, когда вот наверняка в семье были эти разговоры, когда он начал писать? Я говорю, знаете, он был простым, безграмотным человеком. А она там-то опять за камерой, люди бегают туда-сюда, что-то там происходит, все. То есть я им про своего деда совершенно честно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Молодцы, да просто красавец. А они-то про Юрия и Олешу, к которому я не имею никакого отношения. Кроме того, что он потрясающий писатель, а все мы его читатели благодарны. Мы сейчас с Наташей, нам практически можно загадать желание, потому что мы сейчас сидим между двумя Наташиными сыновьями. Я знал, что сейчас это будет крен. Вы можете представить, что через час будет писать интернет? Олешка, сын Рыбина и сын Чуковой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Одна знакомая попросила для дипломной работы Сашу и Наташу сняться в театральной вот этой вот постановке. И она говорит, а сын у тебя будет Олешка. Я думаю, Олешка, а фамилия, думаю, как? Это было правда, я думаю, какой Олешка, Олежка? Наташа была мамкой, а как раз Саша был ее сыном. Прекрасно. Ты смелость каким-то особенным образом воспитывал в Вася? Привычка дурачиться, но я до сих пор дурачусь. Но нравится мне, чтобы все было весело дома. Мне весело. У нас в военном училище так шутили. Я прятался в шкаф, под кровать, между окнами залезал и ждал, когда он ляжет спать в его комнате. Я залезал даже в прикроватную тумбочку для белья. И когда он засыпал, я начинал. Да-да-да. Но он потом привык, он веселился иногда, иногда боялся, может быть, я не знаю. А заикаться он перестал в 18 лет. Нет, нет, нет. Меня так же делает Алиса, только она у меня кошка. СМЕХ Нет, серьезно. У меня три кота. Товарищи, я отец трех котов, между прочим. Елисей, Алиса и Вальтер. СМЕХ Шутка моя из военного училища. Я закончил военное училище. У нас были двухъярусные кровати. К счастью, эту шутку мы делали только на нижнем ярусе, на верхнем нет. Значит, что мы делали? Мы снимали с панцирной кровати вот эту сетку. Ага. И натягивали простынь. Натягивали простынь просто. Все, а Вася любил с разбегу прыгать. Я у него с его кровати с детской убрал вот эти досочки поперечные. У него столько что тазик с водой туда не поставил. Натянул покрывал, он такой забегает, типа домой, ура, такой. Наталья такая, ой, Вася, спать. Он такой, на пол. Мама такая.